так друзья всем привет это третья серия нашего проекта вот обзор города керчи сейчас мы первые две серии это была первая серия это было ленинская вот полностью всю ленинскую мы прошли посмотрели какие заведения есть в общем все такой краткий обзор сделали вторая серия это была набережная начало набережная там где галеон вот и коря там и все такое и причал в одну там завершилась наша серия потому что я встретил там девушку вот с которой познакомился но и на камеру не буду ее данные выдавать вот поэтому это третья серия ребята так что все кто любит крымский мост вот мы на него кстати сейчас смотрим вчера железнодорожные мост открыли вот это для нас для керчан и для крымчан и для россиян и даже для всех других жителей других стран это очень знаменательное событие вот поэтому ребята поставьте пожалуйста лайк вот сюда вот внизу вот здесь вот лайк вот подпишитесь на канал почему на канал подписаться потому что надо набрать тысячу подписчиков чтобы включилась монетизация на канале а для чего монетизация для того чтобы мы могли проводить прямые трансляции будет новое шоу то есть намного интереснее будет веселее именно в прямом эфире ребята так что пожалуйста поставьте ну кому не жалко просто лайк поставьте кто вообще красавчик будет подпишитесь на канал колокольчики ну и все как полагается все все знают вот смотрим на крымский мост который вчера открыли вот вот так вот он выглядит но ближе у меня камера не приближает поэтому вот так довольствуемся и обзор пошел дальше вот идем смотрим это рыбный порт здесь уже давно конечно рыба не приходила но все равно называется рыбный порт вот и идем по набережной по нашей керченской набережной здесь у нас вообще тишина глухо тихо вот но самое главное здесь чистый воздух вот набережная еще не реконструировалась но тем не менее здесь очень хорошо и вечером и днем прогуляться вот так что идем по набережной вот по аллейкам здесь дома такие старые не знаю каких годов но окна еще маленькие ну не знаю может 50-х может годов но старые-старые еще деревянные кстати в них лестницы ну наверное даже меньше чем 50-е ну не знаю не буду утверждать какие-то дома какие постройки вот идем дальше набережная пустая у нас не то что в геленджике не то что в анапе не то что в сочи не то что даже феодосии или в ялте вот или в севастополе у нас набережная вот такая вот это конец набережная типа пляж утинка называется идем идем все пусто никого нет только выгуливают собак и только какие-то там одинокие люди одинокие парочки ходят вот а летом здесь конечно очень хорошо кто кстати кто хочет чтобы набережную построили все-таки у нас сделали реконструкцию такую как геленджике например фонтанчиками со всеми всеми вот этими прикольчиками вот кто хочет напишите пожалуйста в комментариях вот как вы считаете когда уже сделают нашу керченскую набережную сделать ли ее вообще вот пожалуйста ребята делитесь в комментариях а вот кстати фонтан наш вот один единственный но он конечно же не работает он и летом так работать не но летом работает он такой цветной вот весь светится вот такой вот фонтанчик уже закрыт дальше идем уже где-то середина набережная мы сейчас подойдем тут есть один за вот этой елочкой есть один памятник интересно это школьнику который любит убирать город который любит ходить на субботники который все это любит идем идем вот он школьник с портфелем с метлой вот так он выглядит если видно не знаю не видно 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 вот все ходят ему нос труд вот такой у него нос блестящий вот все ему труд типа если потрешь нос школьнику то будет все у тебя хорошо вот это у нас такая архитектура кстати сейчас прочитаем что тут написано вот памятник памятный знак школьникам керчи участвующие трудовых десантов по благоустройству города июнь 2008 года прекрасный памятник идем дальше вот там сейчас самый конечно мой любимый памятник будет он буквально 100 метров памятник рыбам там все наши черноморские рыбы ну мне кажется это самый крутой памятник который вообще есть керчи вот таких бы его бы еще немножко разукрасить его бы немножко осветить правильно и было бы вообще тут бы все ходили и фоткались а сейчас как видите людей очень мало так вот у нас памятник рыбам его не очень видно но он есть и дальше мы сейчас будем смотреть какие тут рыбы осетр сразу вижу вот осетр потом бычки камбала крабики вот такие крабики есть красивые потом морские коньки вот такие морские коньки есть вот дальше тут кстати замочки любовные пары вешают вот такие вот замочки везде везде замки и вот тут мы сразу видим катран камбал там дальше кефаль пеленгас где-то тут еще и хамса должна быть сейчас увидим где хамса а вон косяки хамсы короче такой вот памятник его бы еще привести но и так он конечно супер такой символически для города вот такой вот памятник кому нравится этот памятник ребята вот здесь кнопочка лайк поставить подписаться на канал подписываемся на канал потому что я уже говорил надо собрать тысячу подписчиков на новом канале и соответственно подключить монетизацию монетизация нас нам даст выход в прямые эфиры вот купить ноутбук вот новые потому что старые очень такое же в прямом эфире не потянет прямой эфир вот купим ноутбук и будем выходить и будет новое шоу номер актеров специальных вот и собственно вот для этого ребята пожалуйста поставьте лайк напишите комментарий вообще об этом обзоре и куда вы хотите чтобы я пошел какой обзор снял то есть это могут быть рынки это может быть авто мастерские какие-нибудь с того это может быть магазины торговые центры столовые рестораны вот буду ходить вот это пока третья серия буду ходить вот куда напишите в комментариях туда буду ходить и делать обзоры причем буду ходить и даже это не важно какое заведение например там но пускай это будет государственное учреждение или это будет частное учреждение не важно куда хоть на пляж хоть на генеральские пляжи золотое там без разницы транспорт есть можно доехать вот а здесь мы видим военный памятник мемориал здесь такая аллейка мне здесь нравятся вот эти сосны они всегда такие пахучие это или ели или сосна но здесь вообще есть вот такие туйки вот а здесь еще вот эти вот пахучки именно идешь как хвойный лес а красота вот здесь такие елочки и вот этот скандальный памятник ну который из-за которого скандал был мне лично вот очень нравится этот памятник то есть он именно символизирует наш город керчь то что у нас тут десант то что у нас тут очень ожесточенные бои были бои за город бои за страну вот а памятник этот морским десантникам погибших боях за керчь годы великой отечественной войны 1941 43 годов ваш бессмертный подвиг вечен мы помним и гордимся благодарные потомки это действительно так все гордятся вот нашим десантам им вечная память погибшим и участвующим вообще вот такой вот но почему я сказал скандальный этот памятник потому что когда его построили был большой но это еще при украине было был большой скандал вот и типа якобы на него много денег ушло вот кто-то был против кто-то был за но я считаю что такие памятники ну нам обязательно нужны деньги это бумага а вот память солдат это конечно вечная вот так же вот как памятник архитектуры даже вот он станет когда ты этот крымский мост вот он когда одно он уже вошел в историю но благодарные потомки будут нас благодарить ну керчан и гостей города за то что ну вот и владимира путина конечно будет никуда без него вот все будут благодарить вот и соответственно все будут ездить на поездах на машинах на чем угодно летать на самолетах сюда в крым пожалуйста все со всех стран приезжайте с европы приезжайте с азии сюда по крымскому мосту вот прокатиться по шелковому пути из европы в азию всех просто все страны объединяйтесь вот надо дружить вот не надо никакой политики нам нам дайте чисто человеческие отношения вот с людьми дайте нам общаться вот ну и ребята третья серия подходит концу но мы сейчас еще помимо всех памятников здесь на набережной и помимо моста вот сейчас посмотрим снаружи конечно же снаружи потому что это только третья серия потом мы будем заходить в каждое кафе города в каждое короче заведение которое вы в комментариях напишите куда зайти что проверить конкретно что проверить вот это вкус жизни карта вкус жизни самая керченская самая настоящая кафе признаюсь что тут очень вкусно вот хоть другие заведения в прошлых сериях не рекламировал вот но это но я не рекламирую сейчас но просто рекомендую сюда зайти во вкус жизни просто здесь просто во первых вкусно кормят во вторых очень уютно в третьих вежливые люди вот этим вот именно славится кафе вкус жизни что здесь есть такие местечки вот очень уютные закуточки уголочки верандочки парковка здесь и в принципе все на набережной вот и в принципе все очень здесь душевно и достойно вот такое сердечко есть любви которое можно зайти сейчас и поближе посмотреть вот друзья кафе вкус жизни самое настоящее кафе всем рекомендую